7 августа 1997 года у Романа Тоскаева запланирован испытательный полет на новом учебно-тренировочном самолете МИК-АТ. Ему надо оценить управляемость нового самолета с выпущенными закрытками. Вы видите полет глазами летчика-испытателя и слышите реальные переговоры в эфире. Поехали, поехали. 5, 6, 7, 8, 20. Колебания. Лешаются. Так бы там вроде бы ничего еще. Нет резерва СДУ. Порт 8-1. Отказ СДУ. Так, вот и приехали. Отказ СДУ. Нет резерва СДУ. Прекратите. Отказ СДУ. Катапультура 6-71. 6-81, я вас понял. Нет резерва СДУ. Прекрати задание. Самолет переходит в режим штопора. Неуправляемый такой процесс движения. То есть управления нет и сделать тут ничего невозможно. Не могу сойти с углов атаки. Я попробую еще перебернуть СДУ. Возможно, что все плохо. Что бы ни делал, результат будет, наверное, один. Придется, наверное, катапультироваться. Но хотелось разобраться. Застет роста скорость. Я у нас угол атаки уменьшается. Пусть я теперь не могу придурать. Что-то застрял в каком-то положении, видать, там, в дуле высоты, что ли. В дальнейшем действие пока. Ну, наверное, буду где-то прыгать. Сейчас подработать топливо еще что-нибудь посмотрю. Хорошо. Что-то под вами никого куда-нибудь отойти, нет? Под вами никого нет. Все равно отойти пока не могу. Русский опор, я в себя с углов снять ничем не могу. Все, что исковы, все в указании, все-то готово. Я понял, ждать. Простите вас, может, еще что посоветовать? Что тут еще сделать-то? Они еще прослушиваются, пока нет звонков. Пытаюсь собрать на у нас к высоты, потому что если в эту область, значит, они не сделали ничего. Я броня соответствую. 6-8-1, попробуйте переключить КСУ. На что-то этим занимается? Передерги, если не получается. Напряжение. Напряжение нормальное, чувствуется. Понял. Ну, для того, чтобы качественно посоветовать, нужно ситуацию представлять достаточно четко. А какое там понимание ситуации могло идти? Я сам не понимал, что у меня происходит. 7-6. Сейчас 3-4 включаются. Казахстан находится на уровне 28 километров. На уровне 155 градусов. А вот так он будет. Осталось 150 килограммов. Так, осталось, что было мало, скоро буду прыгать. Поняли. 150 килограмм керосина едва хватит, чтобы дотянуть до аэродрома. Но Тоскаев принимает решение все-таки попытаться посадить практически неуправляемую машину. Все, последний раз на точку пытаюсь по прямой что-нибудь сделать и буду прыгать. Хожу вам пока. По прямой пытаюсь кальзаться. Понял. Если на грунт, то без шасси. С передней стойкой. Все выпущено в шасси. По высоте самолет не управляется. Тоскаев снижается только за счет уменьшения тяги двигателей. Если они остановятся, самолет рухнет. Высота менее 50 метров. Садиться надо сходу. Возможности для второй попытки не будет. Садиться надо сходу. Садиться надо сходу. Я себе умасился все-таки. Я Бонус. Да, вот такие вот воспоминания вы меня вызываете. Я до сих пор так это представляю, как все происходило. Конечно, так волнительно. Все, хвостовое горение разрушено. Садиться надо сходить. Хвостовое оперение разрушено. Спасибо, Владимир. Ну, а в общем-то это как бы работа, за которую летчики-спытатели взялись. Ее надо выполнять, да и все. Спасибо, Владимир. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok